ЗВАНЫЙ ГОСТЬ 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 Мы спрашивали, такие вопросы задавали. Ну, я сказал на флот. Ну, все, мне сразу с удовольствием взяли. У меня подготовка физическая хорошая была в это время. Поэтому, ну, меня взяли на флот. Мне повезло. И два года, получается, вы провели подводной лодки? Ну, не два года. Сколько служба? Служба три года. А под водой, если мы подсчитывали, где-то было полгода под водой, чисто под водой. Ну, и, насколько я знаю, подводники даже вот не знают, в каких местах находятся, да? Только можно определять, наверное, по температуре, которая в подводной лодке. Да, вот именно только по температуре. Расскажите об этом. Вот наши служители, возможно, не знают. Мы были в первом походе. Был нормальный поход. Но потом в конце была такая жарища в отсеках, что пришлось вывешивать простыни мокрые, чтобы влажность повысить. Ну, значит, где-то были в структопиках, где-то, может, у берегов Америки. Ну, где-то там, где-то, примерно. Тихий океан, он большой, но где-то берегам Америки. Потому что под водой встречали подводную американскую лодку. И, слава богу, разошлись хорошо. Ну, где-то так вот, где-то там тепло. Потом ощущалось, да, температура забортной воды ощущалась всегда. Не сильно, но ощущалась, когда в жарких морях. Ну, а так нормально все, как на суше, под водой, интересно было. Ну, ничего не ощущаешь, иллюминаторов нету, ничего не видно. Но чувствуешь шум механизмов, смена вахты. Вот это уже немножко меняет отношения. Замкнутое пространство не пугает подводной лодки? Абсолютно. Абсолютно никого не пугает. Там чувствуешь себя прекрасно. Ну, выбираются люди, конечно. Чувствуешь себя прекрасно. Делаешь, значит, библиотека есть, тут душ есть. Ну, все есть. Музыка, кино, вахта меняется. Повышается твоя квалификация. Ты сдаешь нормативы на первый, на второй класс. Ты обучаешься там всему. Ну, это как нормальная жизнь. Только что в море под водой. Ну, вы знаете, вот мой отец тоже был моряком. И рассказывал, что первое время, когда вот он был на судне, его все-таки укачивало первое. А потом уже все было в порядке. У вас были-то такой опыт? Ну, это, наверное, зависит не потому, что сколько человек в море ходит. Или это, наверное, все-таки зависит от физиологии человека, наверное, больше всего. Потому что у одних это бывает, у других не бывает. Одни моряки ходят в море всю жизнь, и их укачивает. И их будет укачивать. А другие только пришел, новичок маленький, в море только пришел, и он не укачивает его хоть бы что. По три пайки кушает, и нормально себя чувствует. Ну, это зависит от символярного аппарата, от физиологии человека. Ну, по нашим опытам это, в принципе, так вот и получается. Ну, служба на подводной лодке, она, разумеется, очень ответственная, очень серьезная. И там берут люди действительно подготовленных и физически, и морально, чтобы человек знал, как он выполняет функцию. И у каждого была своя должность. Какая была должность у вас? Ну, у меня должность такая интересная. Рулевой сигнальщик должности. В чем заключается? Ну, вот, когда я призывался, меня спросили, ты хочешь быть водителем? Я говорю, нет, водителем не хочу. То есть управлять самодводной лодкой? Ну, мне что сказали, водителем? Да. Это, оказывается, на самом деле водитель. Водитель атомной подводной лодки. Ну, это вообще здорово. Во-первых, держать... Это боцман, боцманская должность такая, боцман. Он, во-первых, управляет рулями, он хозяин на корабле. Ну, это... Чувствуется человек, который ответственный. Ну, интересно. Ну, кроме того, что ты управляешь кораблем, ты еще сигнальщик. А сигнальщик – это, значит, ты принимаешь семафор, передаешь семафор другим кораблям, постам каким-то. Поэтому надо знать сигналку, азбуку Морзе. А это забывается. Приходишь, допустим, после трех месяцев дальнего похода, выходишь на мостик, и ты уже забываешь даже свои эти буквы. Это бывает. И надо опять учиться, практику набивать такую, чтобы хорошо чувствовать себя на сигналке. Ну, специальность интересная, босманская, интересная. Обучение серьезное у всех подводников. Да, всегда дают тесты перед тем, как тебя принимают в учебный отряд. Очень сложные тесты там. Стресс и устойчивость. Да, такие вот все. Барокамера обязательно. Ну, все такое, что для подводника необходимо. Ну, и там же вы стали заниматься именно погружением под воду, помимо того, что в подводной лодке, но и с аквалангом. Не, погружаться мы начали в учебном отряде, в учебном отряде в Кронштадте. Там одна из лучших подводных школ, легководолазная подготовка была. И, значит, в бассейне впервые нас одели в костюмы, спустили на глубину 4 метра, дышали, продувались там. Ну, конечно, ощущение такое очень приятное было. Легкое-легкое такое подавливание воды, немножко надавливание. Потом, значит, кроме таких свободных плаваний, у нас был выход через торпедный аппарат. Но это уже более сложно было. Некоторые не выдерживали. Я в кино смотрел, да. Да, выход через торпедный аппарат. Это было великолепно. Мне понравилось. Ну, там, что жутковато, кому жутко было, это, значит, может, на нервную почву действовало все это. Когда заходят 4-3 человека, залазят в аппарат, ну, само собой, в костюмах. И, значит, заполняется аппарат водой. И, значит, первый человек, который зашел в аппарат, делает сигнал, один удар по корпусу самоаппарата. После этого, значит, второй повторяет, третий повторяет. Крышка передняя открывается, и люди потихоньку по одному выходят через торпедный аппарат наружу. И обычно или свободным всплытием, если глубина небольшая, или по тросу наверх. Ну, тоже так вот интересно. И потом выход свободным всплытием были, значит, с глубины более 15 метров. Тоже интересно. А мы продолжаем нашу программу «Званый гость». Сегодня у нас, сегодня нашим «Званым гостем» является председатель Лидского отделения Белорусского союза военных моряков Владимир Каспирович. Владимир, еще раз приветствую вас. Добрый день. Говорим мы с вами про вашу службу на подводной лодке. Скоро день подводника. С такой любовью вы рассказываете всю эту службу. Я так понял, что это на долгие... Вот на всю жизнь осталось это вот воспоминание. Но помимо... Вот скажите, помимо того, что служба была очень ответственной, очень серьезной, разумеется, то попасть мог далеко не каждый призывник. Ну, наверняка же там были какие-то, ну, скажем, смешные ситуации. Какие-то конкурсы. Как-то же вы развлекались. Какие-то же были у вас мероприятия, которые должны были поддерживать и боевой дух команд, ну и в то же время не тосковать сильно по суше. Ну, в море было все, хватало. Там и юмор был, и все что угодно. Самое главное, что не было настоящей аварии под водой. Потому что авария – это самое страшное, что касается подводников. А так у нас, как в наше время, расскажу один случай интересный. Перед дальним походом экипаж построился, и пошел служок такой, что Сас Иванович яйца на лодку занес. Яйца, куриные яйца такие, чтобы, ну, высиживать курей. И вот служок такой пошел в строю, потом Сас Иванович. А у нас он считался уже, как вот ему где-то лет было под 40. Мы его считали стариком уже, Мичмана, Мичман Ещин. И, значит, служок такой пошел дальше. И спрашивают, Сас Иванович, ну, а как там яйца? Ну, нормально уже, говорит, грею, там нормально все должно быть скоро. Цыплята. Цыплята, да. И вот он, значит, услышал, командир услышал как-то это служок. И Стас Иванович вызвал на ковер, отчитал его, потом говорит, вы что, еще корову заведете на подводной лодке? Ну, мы, так, вторая смена наша боевая, значит, решили назвать свою боевую смену Цып-Цып-Цыплята. Вторая боевая смена цыплята. То есть на такой разовой рубашке, разовая рубашка, разовое белье выдается подводникам. И в море ходят обычно в таком разовом белье, поддевают под низ. И, значит, цыпленка нарисовали впереди. И такой красивый маленький цыпленок такой вот был у нас на второй смене. Ни у кого не было ни первая, ни вторая смена, а третья, вторая смена была с цыпленком. Ну, вот такой юмор был такой. А конкурс бороды? И конкурс бороды был, да. Ну, конкурс лучшей, худшей бороды. Если худшая борода, значит, сбрывалась. Лучшая борода оставлялась в дальнем походе. И если уже человек захочет дальше с этой бородой ходить, значит, ему командир разрешал ходить дальше с бородой. Ну, и Новый год отмечался под водой. Торжественно поздравляли именинников с днем рождения. Тоже такую разовую рубаху разрисовывали. С разными там русалками. С надписями члена экипажа корабля. Ну, это было интересно и весело. И торт подарили имениннику. Ну, служба не была. Она у вас не только напряженная, но и приятная. И с юмором, и вообще интересно. И библиотека у нас была. В курилке очередь занималась за сколько часов, чтобы попасть в курилку. Тоже курилка была в четвертом отсеке. Ну, и вот, наверное, оттуда у вас настолько привилась любовь к морю, что после дембеля вы обосновались уже в Лиде и стали работать в спасательной станции. Лидской спасательной станции. Мы с другом, все помешки, у меня дружок был, мы тоже вместе призывались с ним. Но служили на разных флотах. Значит, он на севере и на тихом. И вот пошли на спасательную станцию после дембелизации работать водолазами. Окончили еще раз курс. Это 70-е годы, да? Это 76-й год. Окончили. Ну, не пожалели. Там тоже интересно, правда. Аппараты не те, конечно, были, не те условия. Ну, работали, спасали людей, старались помочь. Сколько лет вы отработали в осводе? Больше сорока. И из них лет 10 вы были руководили, да? Да, был начальник спасательной станции, был. Ну, тоже как-то не с того, ну, назначили, так вот сказали, что как-то это. Ну, вас выслугали этот огромный опыт, он, конечно, передается и поколение. Да. Скажите, ну, расскажите, возможно, вот именно спасательная станция. Какие-то экстремальные ситуации, какие-то интересные. Возможно, забавные истории, какие у вас происходили. Все-таки спасатель – это человек с большой буквы. Я считаю, что человек, который спасает – это самая благородная профессия. Ну, приходилось и спасать, но спасать, конечно, не в таких условиях, как теперь спасалось. Лодки ставились там, просто никаких причалов не было на берегу. Аппараты были простые, АВМ-ы. Ну, и спасали, бегали, даже приходилось бежать с аппаратом по берегу, потом заходить в воду, спасать человека, вытаскивать. Ну, в основном мы и спасали, и профилактика у нас была хорошая, нормальная. Ну, в основном наша станция спасательная, как была одна из лучших в области, то нам приходилось ездить на выезды по поиску утонувших людей. Поэтому приходилось даже искать, где-то на Детве достали, к примеру, где-то двух девочек достаем с-под воды. Потом едем в Ивичский район, там достаем еще одного человека. Приходилось очень много достать. Лето жаркое, лето жаркое, поэтому утопников очень много было. А так вот, ну, какие случаи. У нас был на Детве случай такой, что вот одели нашего молодого парня, водолаз, только начинающий. А на Детве такая ямка небольшая была, ну, она где-то метров под пять. Ну, мы ему сказали, давай, одели его и спустили под воду. Он пошел через некоторое время, дергает три раза сигнальный конец, мы его достаем, а у него с ушей кровь идет. Ну, ясно барабанную перепонку нарушил, порвал. Спрашиваем, как ты пошел под воду? Ну, он говорит, как носом пошел, в смысле передом, головой вниз. А там яма резкая была, крутая, поэтому порвал барабанную перепонку. Ну, такие случаи, такие что-то. Ну, вот за вашими плечами, конечно, сотня, возможно, даже тысячи погружений и десятки часов под водой. И вот очень важный момент. Вот все-таки вот вы человек скромный, но за вашу безупречную работу вы неоднократно награждались грамотами не только районного, областного, но и республиканского общественного спасения на водах. Немало в копилке и благодарностей. А вот особо вот я знаю, что благодарность подписанная нашим президентом в 2000 году. Вот расскажите об этой награде. За заслуги, если не ошибаюсь, да? Да. Ну, нет, за заслуги это не было. Это нагрудный знак от освода? От освода, да. А так, ну, было такое награждение. Вызвали в Минск. И, ну, торжественно это все было красиво. Ну, премьер-министр Ермошин, кажется, Ермошин вручил золотые часы и поддяку от президента Республики Беларусь. Ну, это было приятно, конечно. Это было на ваш юбилей, если не ошибаюсь. Да, на юбилее был, 50 лет как раз. Ну, вот такой случай был. Да, ну, согласитесь, и нагрудных знаков, и различных наград у вас очень много. Потому что человек, который спасает жизнь, он, конечно, заслуживает не только таких благодарностей, но и, в первую очередь, наверное, благодарности от самих людей. А вы председатель Лицкого районного отделения Союза военных моряков Беларусь. Расскажите, пожалуйста, об этой организации. Ну, наша организация появилась впервые, ну, как бы появилась, сказать, но это 4 человека встретились в Столицком озере по форме на день военно-морского флота, подняли военно-морской флаг. Ну, я считаю, что начало нашей организации, это истоки. Это 70-е годы еще? Да, 76-й год, да, это 70-е годы. И потом с каждым годом мы встречались все чаще и чаще, и в основном мы собирались на день военно-морского флота. Собиралось очень много людей, где-то около 70 человек нас собиралось даже. И дети приходили, и жены, и это было вообще интересно, очень хороший праздник. С подъемом флага. Ну, со временем мы, значит, решили узаконить свои права, то есть официально зарегистрироваться. И в 2009 году зарегистрировались официально. И теперь наша организация с тех пор стала принимать во всех мероприятиях нашего города, в парады 9 мая. Ну, любой парад я вас всегда вижу в первых рядах. Да, на параде 9 мая встречались постоянно. И во всех таких праздниках принимали активное участие. Если кто-то позвонит нам, то мы с удовольствием встречались. Здесь проводили и выступления какие-то, рассказывали детям в школах тоже о моряках, о море. Сколько человек входит в вашу организацию? Сколько личан моряков? Ну, официально теперь входит где-то 53 человека, потому что у нас некоторые уходят. И приходят некоторые тоже. Приходят старички, которые говорят, о, мы не знали, мы там не видели, а некоторые говорят, жены запрещали приходить. Ну, по-разному. Мужской клуб, да? Мужской клуб, да. А женщины есть в вашем клубе? Нет, женщины у нас нет. Морячки. У нас только есть, как мы считаем, наша сестра, это общество долголетия. У нас, наши организации появились в один день, в апреле месяце. То есть общество долголетия и мы, моряки, зарегистрированы в один день зарегистрированы. Поэтому мы считаем их младшей сестрой, а мы старший брат. Ну, Владимир, по вашей инициативе... Там Анна Ивановна Волошка руководит мероприятиями своими и своими женщинами. Ну, а мы тут как старшие братья. По вашей инициативе, вот, как раз-таки, организован еще и музей военных моряков Беларуси. Или личины, как правильно сказать. Ну, личины. Личины. Лицких моряков. Я знаю, что по крупицам, начиная от своих экспонатов, да, которые еще у вас отстались от службы, вы стали собирать их и в итоге их так стало много, что некуда было уместить и необходимо было задуматься о создании целого музея. Ну, да. Где находится музей? Кто может сходить в него? Что можно там увидеть? Ну, создавалось действительно по крупицам. Я, когда работал на спасательной станции, многое списывалось. Вот, допустим, ялы уничтожались. А яла – это такое судно мореходное, такое прекрасное, хорошо сложенное. Значит, там и весла, и мачты, и паруса, там все есть, все для морских походов. И все это списывалось, просто уничтожалось. Ну, я такое что откладывал, с этого списания договаривался. Это все складировалось потихоньку и набиралось действительно очень много. Ну, и в конце концов, как-то так вот пришла такая мысль. Ну, какая-то мысль. Как у одного человека спросили, а почему такие стихи хорошие пишите? Как у вас так получается? Он говорит, руки пишут, а Бог, Бог дает, Бог подсказывает. Так вот и нам как-то Бог подсказывает все эти вещи. И мы как-то решили, поговорили, пообщались, что у кого есть. Оказывается, много у кого чего есть. И решили сделать музей. Ну, возник вопрос с помещением. Ну, я хорошо знал Семенова Владимира Николаевича. Очень хороший человек, директора 10-й школы. Мы с ним обговорили эти вопросы. И он нам предложил хороший кабинет военного дела. В этом кабинете мы посмотрели, все нам подошло. Там и подсобка есть, и кабинетик маленький, и помещение хорошее. И мы решили взять этот кабинет для музея. Вот так потихонечку все это пошло. Ну, ремонта там, конечно, много пошло, но делали все своими силами. Бригада у нас была 5 человек, и работали буквально, ну, через день были в музее. Так что жены обижались, что как-то так вы уже заночуете в своем музее скоро. Ну, сделали все хорошо, и открыли музей, и все получилось прекрасно. Ну, и сейчас школьники, и кто посещает музеи? Музеи все посетили, все школы, потом деревенские школы Лидского района. Потом, значит, с городов приезжали. Значит, мы познакомились с Йотко Николаевым, тоже он предложил такую систему, что если у него экскурсия приезжает к нему в нашу крепость-музей, то он направляет и в Лидский морской музей наш. Ну, несколько раз были такие экскурсии интересные, им всем понравилось. Ну, было интересно, тем более мы проводим экскурсию по форме одежды, чтобы люди видели, что действительно форма одежды, моряк настоящий, который служил, который знает свое дело. И субэкскурсия проходила очень интересно, и какая-то тема была открыта. Ну, и согласитесь, это прекрасная возможность патриотического воспитания молодежи, знакомства с военно-морским флотом и с непростой работой подводников и всего морского флота. Хотел воспользоваться этим моментом, поздравить всех моряков, подводников, личины, с праздником подводника, их семьи, благополучия, любви, удачи, здоровья, всего самого-самого наилучшего. Прекрасные слова, я также присоединяюсь к ним. Вам желаю тоже замечательного, успешного, творческого пути и вашего в музейном деле, и здоровья вам побольше. Ну, и, конечно, спасибо вам за ваш труд, за вашу работу в спасательной станции и за интересную беседу. Надеюсь, еще увидимся. Ну, да, наверное. Твое радио. Званый гость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok